МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каким должен быть автомобиль на все случаи жизни? Вот так, чтобы и за елкой в лес, и за продуктами, и, конечно же, за картофелем на дачу". Ответ на этот вопрос в нашей сегодняшней программе под капотом, а мы ее ведущие Андрей Гречаник. И Юлиана Разуваева, приветствую вас. Корейские автопроизводители вывели на российский автомобильный рынок свою новинку Сан-Йонг Ставик. Его мы сегодня и протестируем. Да, задача не из легких, особенно для девушки, испытывать такой габаритный автомобиль. Да еще и мой соведущий Андрей Гречаник отличился своим подходом к тест-драйву, но об этом далее. А сейчас автоновости. Спустя три месяца после выхода на российский рынок тайваньская марка Лакс Джин скорректировала цены. Теперь самая доступная версия кроссовера Лакс Джин 7 стоит 990 тысяч рублей, вместо прежних – 1,3 млн. То есть автомобиль подешевел сразу на 330 тысяч рублей. За эту сумму предлагается переднеприводный автомобиль с фронтальными подушками безопасности, мультимедийной системой и климат-контролем. Стоимость полноприводного Лакс Джин 7 начинается с отметки в 1 млн. 160 тысяч рублей. Он подешевел аж на 340 тысяч. А топовая версия с двухлитровым турбомотором и автоматической трансмиссией будет стоить 1 млн. 320 тысяч рублей вместо 1 млн. 610 тысяч. Лакс Джин собирает свой кроссовер на автозаводе Дирвейс в Черкесске. После расширения производства на заводе начнут производить и седан Лакс Джин 5. Андрей, я, конечно же, все понимаю. Ёлка, Новый год и подарки, все дела. Но зачем ты приволок на тест вот этот автомобиль? Я на каблуках и в шубе, в конце концов. Ну, во-первых, он появился недавно на российском рынке. Это новая для россиян машина. Во-вторых, как уверяют автопроизводители, Ставик – это мини-вэн. Какой же он мини, когда он вот такой здоровый. А с моей точки зрения, это еще самый настоящий внедорожник. Вот на этой трассе мы его сейчас проверим. И я думаю, что это нормальная, проходимая, мужская, большая, подходящая для России и для нашей земли машина. А ты уверен, что я смогу забраться на ней в гору? Ну, в тебе-то я уверен. Машину испытаем. Ну, давай тогда. Поехали. И удар. Скажу вам по секрету, Юлиана путает шипы и каблуки. Поэтому она вот в таком виде решила провести сегодняшний тест-драйв. А я пока хочу рассказать о том, что машина эта не только большая, но действительно проходимая. Дорожный просвет здесь, ну, не такой, может быть, как у Азо Патриот. И все же таки под 20 сантиметров. Даже вот здесь машина не легла на брюхо, а сейчас преспокойно поедет дальше. Этот автомобиль в России нам достался первым из журналистов. 25 километров на счетчике мы превратили в 350. И вот что заметили во время этого пробега. Машина здоровенная, это видно даже издалека. Он длиннее 5 метров. Но если спереди он смотрится прямо-таки внедорожником, а в профиль почти автобусом, то при взгляде сбоку-сзади первым делом в глаза бросается громадный кусок кузовного железа в верхней тыльной части автомобиля. Ставик, как груженая баржа, внешне очень тяжеловесный. Но это позволяет сделать его салон по-настоящему вместительным. Слова, о боже, какой большой, в свой адрес чаще всего слышат маленькие паучки и мотыльки. Но автомобиль Сан Йонг Ставик заслуженно выслушал их не раз из уз Юлианы. На самом деле автомобиль действительно громадный. И действительно формально это мини-вэн, хотя приставочка мини здесь не очень к месту. Посмотрите на тыльную часть этого автомобиля. Именно за это он получает большую часть нареканий в свой адрес. Вот из-за вот этого тяжелого громоздкого тыла. Тем не менее он позволяет сделать машину вместительной и семиместной. Здесь ты понимаешь, что обычные семиместные внедорожники – это все лукавство. Двери у него расположены обычным образом, но второй ряд сидений состоит из двух отдельных кресел с проходом между ними. Пассажирские сидения двигаются вперед-назад. На третьем ряду еще три полноценных места. И эти сидения в три движения можно снять и вовсе вынуть из машины, если потребуется большое пространство для багажа. На обычном асфальте эта машина весьма комфортна, потому что длинная колесная база сглаживает все неровности дороги, машина едет плавно, ровно, достаточно комфортно как для пассажиров, так и для водителя самого. Да, разъезжать на таком аппарате, да еще и по сугробам, конечно, комфортно. Вот только в городе можно слиться с асфальтом, грязью и вереницей серых мультивенов. Но это мое субъективное мнение, конечно. Андрею Гречанику нравится. Мужчины же лучше разбираются в этих, о боже, каких больших машинах. Кстати, Андрей думает, что я пошутила, когда сказала, что сяду за руль этого Сан Йонг и так далее. Я уже забыла, если честно. Ну какие тут шутки, если уж взял на тест, так дай руль блондинке. Пора пересаживаться. Ну а мнение женское будет через минуту. Далее автоновости. Вольва объявила цены на автомобили с моторами Драйв Е. Это новое семейство четырехцилиндровых двухлитровых силовых агрегатов, полностью разработанное инженерами шведского автоконцерна. Новые двигатели семейства Драйв Е на российском рынке будут представлены в сочетании с восьмискоростной автоматической коробкой переключения передач. Двигатели нового поколения в России будут представлены в бензиновой модификации Т5 мощностью 245 лошадиных сил и дизельной Д4 мощностью в 181 лошадиную силу. Новые моторы будут представлены на моделях С60, С80, XC60 и XC70. Минимальная стоимость автомобиля Вольва, оснащенного двигателем нового семейства, составит 1 миллион 299 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести спортседан Вольва С60 с бензиновым мотором. Бизнес-седан Вольва С80 в люксовой комплектации по цене от 1 миллиона 849 тысяч рублей. На данный момент модели Вольва с новыми двигателями представлены только в переднеприводной компоновке. Оформить заказ в салонах официальных дилеров Вольва можно уже сейчас. Покупатели начнут получать машины в феврале. Да, на внешность не красавец, но чувствуется, что корейцы старались, тщательно продумывали каждый элемент. Пытались угодить требовательным представителям сильные половины человечества. За рулем такого автомобиля напрочь исчезает все чувство прекрасного. Уже хочется скинуть каблуки, шубы и все остальное, надеть нормальный такой тулуп, валенки и сказать, ну что, братка, сейчас подвезу. Скажу от себя, мне тут комфортно. Правда, на пассажирском месте я чувствую себя увереннее, чем в роли водителя. Кстати, здесь предусмотрено дополнительное освещение, регулировки климата. На заднем ряду складные столики в спинках сидений. Кушайте на здоровье и не обляпайтесь. Наверное, этого нам и желали корейцы, когда разрабатывали столь редкую для машин опцию. Кстати, о водительском сидении, честно, не ожидала, но здесь есть мои любимые электрорегулировки. К сожалению, нет навигации, материалы отделки не ахти, но это ж не бизнес-класс. За рулем нашего корейского товарища приходит на ум только одна песня. Не страшный тебе, не дождь, не слякоть. Резкий поворот и косоголь, чтобы не пришло в рассвет любимых плакать. Крепче за баранку держи шовер. Ну а если серьезно, автомобиль достойный такой, как раз для зимы, чтобы покорять снежные просторы, горы, всякие леса, ехать за елкой. Ну и все в этом духе. А можно также жарить шашлыки и возить с собой большое количество девушек. Потому что он семиместный, уместятся все мангалы, совковые лопаты и все, что вашей душе угодно. Да еще и сиденья кожаные. О том, что в Сан-Йонг поместится много, можно говорить вплоть до Нового года. Мой соведущий решил не тянуть так долго и перешел к практике. Удалась ли затея, надо выяснять. Ну и в продолжении темы вместимости этого автомобиля, заодно и женской темы, посмотрим, можно ли загрузить вставик девушками и поехать с ними в лес за елкой перед Новым годом. Да, вместительный, с этим не поспоришь. Ну а теперь о цене и комплектациях новинки. Стоит такая махина от 1 миллиона 79 тысяч рублей. Но это будет переднеприводный ставик с шестиступенчатой механикой. Автомат это уже от 1 миллиона 139 тысяч. Выбора двигателя нет. Во всех комплектациях один и тот же двухлитровый дизель. Цена за машину с полным приводом начинается от 1 миллиона 209 тысяч рублей. Топовая протестированная версия с люком, малым кожаным пакетом и подогревом руля 1 миллион 400. На российский рынок выходит марка Чанган. Она входит в число пяти крупнейших автопроизводителей КНР и производит более 2 миллионов автомобилей в год. Чанган дебютирует сразу с тремя моделями. Кроссовером CS35 и двумя седанами Эда и Реттон. Кроссовер CS35 это автомобиль с дорожным просветом в 180 миллиметров. Привод только передний, а мотор безальтернативный, 113 сильный, объемом 1,6 литра. Но коробка, возможно, и автоматическая. Стоимость CS35 в базовой комплектации составит 549 тысяч рублей, с автоматом от 699 тысяч. Седан C-класса Эда имеет те же силовые установки, но продается аж в шести комплектациях по цене от 539 до 709 тысяч. Реттон заявлен как седан представительского класса. В оснащении бензиновый турбомотор 1,8 литра мощностью 164 лошадиные силы и шестиступенчатая японская автоматическая трансмиссия. В старших комплектациях кожаная отделка, навигация, климат-контроль. Цена от 879 тысяч рублей. А следующий выпуск программы «Под капотом» станет последним в уходящем году. И вас, дорогие авторюбители, ждет сюрприз. Всех тайн раскрывать не буду, скажу лишь только одно. Мы запускаем машину времени. Подробнее об этом в нашей следующей передаче. Ну а пока мы желаем вам с успехом преодолевать все предновогодние пробки, естественно соблюдать правила дорожного движения и хорошего настроения за рулем. Кстати, не забудьте поменять аккумулятор, если машина плохо заводится по утрам. До встречи на телеканале «Комсомольская правда». Субтитры подогнал «Симон»!